Валентина Александровна Бородина 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 Первое наше сообщение расскажет о такой программе Ольга Дмитриевна Апарина, это директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Билинского, кандидат педагогических наук. Ее выступление называется «О разработке и реализации программы поддержки развития чтения в Свердловской области». Как уже Вера Викторовна отмечала, регионы по разработке своих программ очень различаются. Вот один из вариантов мы сейчас услышим. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем я буду говорить по теме своего доклада, я хотела бы сказать, что вот та тема, которая в этом году на культурном форуме в Санкт-Петербурге очень активно обсуждается, то есть это чтение в цифровую фокус, цифровое чтение и так далее. Мы с вами слушаем замечательные и интересные выступления и доклады, как вчера в президентской библиотеке, так и сегодня на конференции. И хочется сказать, что вот такое жесткое разделение про то поколение, которое от нас оторвалось молодое, а мы, значит, остались все в предыдущем, в общем, оно достаточно условно, потому что сегодня очень многие люди цифровое чтение активно используют вообще в своей работе прежде всего. Потому что если говорить даже о себе лично, то для меня, например, чтение сегодня научной, исторической литературы, текстов, каких-то электронных файлов гораздо удобнее, когда они сопровождены гипертекстом, визуализацией. Причем визуализация сегодня используется и динамической, и статической, и иммерсивной визуализацией. То есть создание вот таких новых информационных продуктов, которые ты потребляешь с большей эффективностью, гораздо более, как сказать, дает и целостное представление, и очень глубокое погружение. Сегодня мы это можем видеть на примере мультимедийных парков в России, моя история, в котором во многих регионах открылись уже. Вот то, что многослойное погружение используется там, вот эти технологии, в том числе иммерсивной визуализации. Поэтому нам всем к этому привыкать и активно это использовать. А художественное чтение, это, конечно, тоже уже для и ребенка, и для взрослого, оно часто не только бумажное, конечно, чтение, но и цифровое. Ну, и если говорить уже теперь по теме своего выступления, я хочу сказать, что я выступала в данном случае и как эксперт по разработке программы поддержки и развития чтения в Свердловской области, и как член рабочей группы при заместителе губернатора по социальной политике Свердловской области Крека Павла Владимировича, который включал в себя всех представителей, касающихся инфраструктуры чтения. То есть это и книгоиздатели, книготорговля, это и образование, и библиотеки и так далее и тому подобное. То есть в результате, в общем, нашей работы получилась вот наша программа. Итак, в последние годы, и мы с вами это все видим, проблема чтения как фактора национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации осознается на государственном уровне. Мы это с вами тоже все видим. В тех документах стратегических, которые приняты на государственном уровне, это и концепция поддержки развития детского и юношеского чтения, это и стратегия с государственной культурной политики. И вот теперь новые нацпроекты, с которыми нам всем предстоит работать в ближайшие годы, поскольку на региональном уровне также будет разрабатываться региональный компонент национального проекта «Культура». Во многих субъектах Российской Федерации уже приняты и действуют программы региональной поддержки и развития чтения. И в 2017 году такая работа началась в Лоской области. Этапу этому предшествовало участие во всероссийском конкурсе под эгидой Российского книжного союза «Самочитающий регион». Вы все вчера тоже, кто хотел, присутствовал на награждении самочитающих регионов. И этот конкурс можно рассматривать как мероприятие, стимулирующее работу регионов по формированию современной инфраструктуры чтения. В 2016 году по итогам конкурса наша область Свердловская вошла в число 6 самых читающих регионов России, из 84 принявших участие в конкурсе. В 2017 и в этом году область вошла в число 20 регионов по итогам конкурса. Однако, более предметный разбор, когда работали эксперты, когда мы готовили аналитическую справку по этому вопросу, разбор региональной инфраструктуры чтения показал наличие слабых сторон. В июне 2017 года на книжном фестивале «Красная площадь» прошла конференция «Культурная карта России». Я думаю, что аудитории не надо ничего объяснять, все все прекрасно знают. И на этом мероприятии были представлены результаты проекта «Культурная карта России. Литература, чтение», целью которой является создание рейтинга регионов на основе интегрального индекса оценки инфраструктуры чтения. Вот тогда, когда мы эту информацию получили, мы видели, что индекс этот создан был Российским книжным союзом, это не библиотечный критерий, и область наша находилась на 34-м месте, что было оценено как негативный, удовлетворительный показатель. Соответственно, мы поставили перед собой задачу проанализировать составляющие индекса и дать предложение по изменению ситуации. И в 2017 году при правительстве, опять же, при заместителе губернатора, была создана рабочая группа по анализу ситуации и выработке предложений для включения уже в региональную программу поддержки и развития чтения. Естественно, мы опирались и на опыт коллег, которые уже успели до нас поработать с региональными программами и что-то приняли у себя. Конечно, мы весь этот опыт проанализировали. Была поставлена задача, чтобы программа разрабатывалась как комплексная, имела целевые показатели, индикаторы для достижения сформулированных целей, чтобы она не носила лишь декларативный характер. Проведенный нашей экспертной группой анализ интегрального индекса инфраструктуры чтения позволил выявить ключевые направления для уже программы, которые, кстати, можно было включать в программу поддержки и развития чтения Свердловской области. Итак, представление рейтинга в этом индексе оценки инфраструктуры чтения оценивается по нескольким показателям. Это состояние книготорговой и библиотечной инфраструктуры, продвижение информирования и литературный потенциал региона. И немаловажно было проанализировать основные элементы формирования вот этого индекса. То есть на что можно повлиять? Чтобы оценить возможности влияния, получения каких-то позитивных изменений и динамики в нашей области. Итак, индекс, как мы видим, складывается вот из четырех составляющих. При этом библиотеки, как мы видим, это даже не такой неосновной, скажем так, фактор. Но тем не менее, проанализировав все это, если мы говорим про онлайн распространение и доставку, то это интернет и почтовая доставка, продвижение информирования, это мероприятия издательств книжных магазинов, ярмарки, презентации и так далее, литературные СМИ. И, значит, книжная торговля, это вся торговля книжными книгами, включая интернет-торговлю, и в том числе и в сетях ритейла. Изучение ситуации показало, что в Свердловской области существует достаточно развитая инфраструктура чтения, работают различные литературные институции, я не буду повторять, это и общественные организации литературные, это и журнал «Урал», 11 литературных музеев, 95 книжных издательств, порядка 120 специализированных книжных магазинов. Ну и, конечно, проводятся достаточно серьезные мероприятия по продвижению, среди которых Всероссийский фестиваль литературных журналов «Толстяки» на Урале, который стал уже традиционным, это фестиваль научной фантастики «Элита» международная, Екатеринбургский книжный фестиваль, акция «День чтения», «Тотального чтения», которая тоже стала очень такой межведомственной и популярной, система литературных премий и так далее. Ну и важным, конечно, элементом инфраструктуры является сеть государственных муниципальных библиотек. Хотя это и 25% от этого индекса, от интегрального индекса. И в число показателей в библиотечные входят основные показатели, как доступность библиотек, территориальное количество, это то, чем мы все с вами болеем, это возможность доступа к ресурсам, то есть интернет, электронные ресурсы, база данных, и качество фонда, общий объем и доля новых поступлений. То есть это действительно те базовые вещи, которые, конечно же, важны с точки зрения чтения, инфраструктуры чтения. Анализ этих показателей выявил достаточно неоднозначную ситуацию. Если по количеству библиотек и объему фонда библиотек области входит в первую десятку среди субъектов России, занимает первое место в Уральском федеральном округе, включая в себя 4 областных библиотеки, порядка 900-846 муниципальных библиотек, ну и так далее. Показатели хорошие. Но при этом за последние годы в области наблюдается неуклонное сокращение количества библиотек, если говорить о 2016 году, закрылись 22 библиотеки, в 2017-м 3 библиотеки. Но этот процесс удалось остановить. Доступ к сети интернет есть у 100% библиотек, которые имеют технические возможности, или 87% от общего количества библиотек, но не 100% покрытия. Однако доступ к федеральным электронным библиотекам, таким как НЭП, президентская библиотека и другие, имели в 2017 году всего 4,5%. Ну то есть вот есть куда двигаться, есть чем заниматься. Опять же объем библиотечного фонда, конечно же, очень существенный. 16 миллионов экземпляров. Один из них фондов, которые характеризуются ежегодным обновлением процентом, оставляет желать лучшего, поскольку у нас обновление библиотечных фондов находится в пределах от 2,3% до 3,5%. И по нему, конечно, область далеко находится не в лидерах. Соответственно, были обозначены те мероприятия, которые позволят добиться изменения вот этой ситуации и войдут в региональную программу. В итоге рабочей группы были выделены 7 основных факторов развития инфраструктурной чтения в Свердловской области. То есть это мы видим, и, конечно, я не буду перечислять, вы видите на слайде, это и поддержка библиотек, и поддержка инфраструктуры чтения, развитие доступа к ресурсам интернета и так далее. Ну и в 2018 году в результате, в июне, была принята уже как распоряжение правительства программа поддержки развития чтения в Свердловской области на 2018-2021 год. Она размещена на сайте Министерства культуры Свердловской области. Адрес вы видите здесь. И вот это принятие программы позволило закрепить основные направления деятельности в сфере чтения на ближайшую перспективу. То есть основные направления, их 11 сформулировано, то есть это и популяризация чтения, приобщение к чтению, участие в различных проектах, развитие библиотек, книжного дела, взаимодействие со СМИ, и, естественно, то, что касается кадров, то есть повышение профессиональной компетенции, исследовательской деятельности, издательской и так далее. Важным достижением можно считать включение в программу целевых показателей реализации, связанных с деятельностью библиотек. То есть это количество новых поступлений в фонды в расчете на тысячу жителей. Мы знаем эти показатели, но, получив поддержку программы развития чтения, они, соответственно, и получают финансирование, скажем так, целевое финансирование, что должно как-то улучшить ситуацию, о которой я уже говорила. Это охват населения библиотечным обслуживанием. То, что, скажем так, остановило закрытие небольших библиотек, сельских библиотек, которых у нас порядка 60% из всех муниципальных библиотек. Более того, эти показатели вошли в систему оценки деятельности управления культуры муниципальных. То есть теперь нет такой цели, не стоит глобально всех оптимизировать, а стоит задача максимально эффективно наладить работу библиотек муниципальных образований. Ну и еще один показатель – это количество книжных киосков, созданных на базе общедоступных библиотек. Мы помним о том, что Министерством культуры России было предложено активизировать эту деятельность на базе учреждений культуры. И опыт уже тех муниципальных библиотек, которые в Сервовской области открыли у себя, вот такие книжные киоски, показал, что этот опыт достаточно успешный. Несмотря на то, что реализация программы началась менее чем полгода назад, в общем, мы наблюдаем то, что есть уже некоторые положительные изменения в нашем библиотечном сегменте. Мне сложно говорить за все составляющие инфраструктуры чтения, касающиеся книгоиздательской деятельности и так далее. Они тоже проходят непрерывный мониторинг министерством, но в своих министерствах. Я говорю о библиотеках. Например, приобретение в Ирбитском муниципальном образовании мобильного комплекса библиобуса, первого библиобуса в нашей области, вот мы в этом смысле от многих, наверное, стали, многие уже ранее это сделали, на условиях софинансирования, позволило существенно увеличить охват библиотечным обслуживанием в 16 сельских пунктах, в которых не было стационарных библиотек. То есть это небольшие сельские поселения, которые теперь получили возможность получить качественное библиотечное обслуживание, поскольку действительно Ирблевус оснащен достаточно хорошо, и то, что он находится на обслуживании в администрации муниципального образования, а не в библиотеке, дает возможность им иметь и бензин, и возможность такой стабильной работы. Более того, количество библиотек, имеющих доступа в интернет, в 2018 году сократилось в два раза. То есть 6% уже осталось нам дотянуть для того, чтобы получить 100% доступ в интернет для всех библиотек, даже самых отдаленных и малых, и до конца 2018 года планируется этого достичь. В два раза увеличилось количество библиотек, которые подключились к ресурсам НЭК, то есть активизировалась деятельность, активизировалась деятельность и по доступу в интернет, и по тому, что в бюджете предусмотрено 2019 года и последующих лет предусмотрено увеличение расходов на финансирование комплектования государственной библиотеки, в том числе и муниципальной библиотеки. С целью обоснования этих расходов нашей библиотекой была разработана методика расчета оптимального объема финансирования текущего комплектования, которая была представлена на всероссийской конференции в фонде библиотек проблемы решения, которая недавно проходила в Казани и планируется сейчас к опубликованию в журнале «Университетская книга». Также областным правительством предусмотрено увеличение расходов на межбюджетные трансферты для комплектования муниципальных библиотек, что позволит активнее обновлять книжный фонд. Несомненно, программа поддержки развития чтения, являясь комплексной программой, обозначает основные векторы формирования инфраструктуры. В ее реализации задействованы и другие документы, например, и государственная программа Свердловской области развития культуры в Свердловской области до 2024 года, методические рекомендации по развитию сети организации культуры и другие. Ознакомиться с текстом программы, как я уже говорила, можно на сайте министерства. В нашей библиотеке проводится непрерывный мониторинг в выполнении основных показателей в библиотечном сегменте, а Министерство культуры контролируется выполнение всех пунктов программы. Естественно, развитие инфраструктуры чтения в регионе в контексте новых национальных проектов по созданию культурной среды, цифровой культуры, может сейчас немножко отойти где-то на второй план, потому что все цифровое, оно сейчас на первом плане. Но пока эта инфраструктура не будет существовать во всех самых отдаленных территориях, вообще вряд ли можно говорить о культурном коде государственной культурной политики, национальной идентичности и прочих базовых принципов российской государственности. Большое спасибо, я готова ответить на вопросы. Вопросы задавайте, тем более здесь, наверное, тоже присутствуют директора и заместители директоров, которым важно это посмотреть, как, скажем, вот этот инфраструктурный контекст влияет на чтение. Меня, например, вот этот вопрос интересует, насколько это связано и входили ли какие-то показатели чтения вот в этот рейтинг, учитывались ли они или нет. Вот я их пока в докладе не увидела, извините, пожалуйста. Если говорить о самой программе, конечно, ее можно посмотреть. Вот в данном случае здесь идет речь о создании действительно каких-то инфраструктурных моментов. То есть более какой-то глубокий уже анализ того, какие мы результаты можем получить, конечно, это будет уже на основе дальнейших исследований. Но если будут достигнуты даже какие-то базовые такие вещи, они присутствуют у наших других с вами государственных, скажем так, показателей там и по доступу в интернет и так далее. Но когда мы создаем вот эту инфраструктуру, мы можем двигаться дальше. Мы можем уже анализировать изменения после того, как мы увидим изменения и в комплектовании, и в доступе, и так далее. Ну, еще вопросы есть? Скажите, пожалуйста, а вошла ли программа исследовательская деятельность в области чтения? Да, вошла, вошла. Отдельным направлением вошла. Я просто, кстати, об этом сказала вскользь. Но, естественно, для того, чтобы понять вообще результативность, конечно, нужно проводить исследования. Вошла, поэтому... Ну, еще раз хочу сказать, что, конечно, с программой можно познакомиться. Я не думаю, что она идеальная в общем и целом. Но мы постарались, чтобы она была работающей, и чтобы надеемся результативной, и чтобы в 2021 году мы могли сказать, что мы ее реализовали, и результаты мы этого видим. Спасибо, Ольга Дмитриевна. Будем надеяться, что ваша программа будет с успехом реализована. Желаем вам удачи. И в следующем докладе мы можем посмотреть, как реализуется программа по продвижению поддержки чтения в Самаре. Там план мероприятий по поддержке чтения принят еще в 2017 году, и утвержден такой вот план. Называется «Читающая Самара». Его представит нам Сарамятникова Софья Сергеевна, руководитель Центра поддержки развития чтения, который также принимает активное учение в реализации данной программы. Добрый день, а я вас немножко обману, потому что я считаю, что нет смысла говорить о нашем плане поддержки развития чтения. Ну, вся информация на самом деле в интернете есть. Да, это масштабный и достаточно проект, который охватывает весь регион. Да, он имеет межведомственный характер, но все-таки это план, это не программа. Поэтому мы еще как бы на стадии подготовки программы. С первого раза у нас голосовать и запустить ее не получилось. Ну, как бы это вопрос такого нашего политического характера, о котором говорить мне просто не хочется. Но так как мы говорили сегодня о важном аспекте исследовательском, который является неотъемлемой частью на самом деле любых мер по поддержке развития чтения, вот у меня сейчас эксклюзив, свежее исследование, которое мы привели буквально на днях, закончили по продвижению чтения в Самарской области, конкретно, как у нас работают библиотеки. Смысл говорить о том, в общем, у нас 10 городов областного значения, 27 муниципальных районов, всего у нас 1700 библиотек различных ведомств, в том числе 750 библиотек общедоступных, включая 4 областные библиотеки. Мобильное информационное обслуживание осуществляется посредством 6 библиобусов, 5 библиобусов в муниципальных районах находятся, один библиобус в нашей Самарской области универсальной научной библиотеки, но его координирующие органы его координируют, это единая методическая служба библиотек, это 4 библиотеки, объединенные в эту единую методическую службу, они координируют наш библиобус. В 2018 году, совсем недавно, мы закончили мониторинг, в котором участвовали все библиотеки по поддержке развития чтения в библиотеках Самарской области. Целью мониторинга стало изучение процессов чтения в регионе, в контексте социокультурного развития. Результаты исследований дали возможность увидеть процесс тенденции в сфере чтения широких слоев населения, а также позволили переосмыслить роли лидеров в инфраструктуре чтения в контексте меняющейся индиосферы. Там было всего лишь 9 несложных вопросов, но результаты получились достаточно красноречивые, честно говоря, у меня от некоторых шевелятся волосы от ужаса, но у меня от всех есть достаточно позитивные моменты. На вопрос, проводились ли социологические или иные мониторинговые исследования в вашем муниципальном образовании, 10% библиотек ответили, что проводились неоднократно, но в основном это были опросы в социальной сети ВКонтакте. 11% ответили, что исследования проводились, но никто не дал итоговых результатов этих исследований. Поверьте, у вас похожая ситуация у большинства. 25% ответили, что никаких исследований не проводилось. Никогда. Вопрос, существует ли муниципальная программа, проект, план работ по продвижению чтения муниципального образования. 37% библиотек сообщили, что программа есть, но, к сожалению, это были в основном такие вот интерактивные игровые программы, программы летних чтений. Вы сами прекрасно понимаете, что это не программа, это просто мероприятия, проходящие в летнее время. Какой же вопрос? Какой человек сформулировал его? Имелось в виду именно по продвижению книги и чтений, которые охватывало большую часть населения, именно муниципального образования. 8% библиотек ответили об отсутствии программ. И в одном муниципальном образовании программа находится у нас в разработке. То, что у вас в выступлении одни цифры, а мы видим другие, это как бы ничего? На предыдущем слайде было так? Ну, сейчас все будет нормально. Далее у нас была таблица, где рассматривались самые активные институты по поддержке развития чтения в муниципальном образовании. Среди них были библиотеки публичные, школьные, библиотеки колледжей, вузовские вузы, колледжи, школы, музеи, клубы, научно-исследовательские институты, издательства, предприятия, книжные торговли, СМИ, органы управления культуры, органы управления образования, союзы писателей, союзы журналистов и так далее. Нужно было оценить активность от 1 до 5. Публичные библиотеки у нас явились самыми активными. Вы видите результаты по школам, то есть 19% всего лишь активные школы. Кто-то даже затрудняется ответить, тоже странно как бы. Библиотеки, колледжи, но не во всех муниципальных образованиях есть, поэтому у нас также большой показатель, что они затрудняются ответить. Вузовские, тоже самый момент. Ну, вузы также, опять же, есть не во всех муниципальных образованиях. То есть мы больше всего, конечно же, у нас активные школы, наряду с публичными библиотеками. Менее активные музеи, достаточно активные клубы. А вот, извините, я не понимаю, что это один, два, три, четыре, пять. Пять это максимально. Да. А один это менее активный, принимает участие. На самом деле данная таблица, если вы хорошо помните национальную программу поддержки развития чтения, она рекомендована для проведения исследований. То есть мы это брали из головы, это готовые... Отвечали библиотеки, 740 библиотек наших муниципальных образований. Конечно, да, результаты достаточно бывают специфическими. Библиотеки или читатели? Нет, именно библиотечные специалисты. Читатели здесь ни при чем. Средства массовой информации, ну, как правило, это газеты и местное телевидение, также активно транслируют информацию о мероприятиях библиотеки, по мнению самих библиотек. Органы управления культуры также активно принимают участие, а вот органы управления образования менее активно принимают участие. И союзы писателей, видите, тоже очень мало принимают участия в работе по поддержке развития чтения. Среди других были указаны разные национальные центры, сообщества молодых ученых, волонтерские движения и так далее. То есть часто упоминаемые ответы. Ну, вот в топ самых активных институтов по поддержке чтения в Самарской области вошли публичные библиотеки, школы, органы управления культурой, связи с массовой информацией и клубы. Запланированные и осуществляются мероприятия по поддержке развития чтения. Дальше мы разбили на разные типы литератур. Научная литература, научно-популярная, историческая, экономическая, философская, фантастическая, журнала-газет, электронные издания и интернет-ресурсы. По научной литературе, к сожалению, не запланированы у 68% опрошенных. Это, к сожалению, это же муниципальные библиотеки. Зачем он на уху не видит? А как же? Зато хорошие показатели у научно-популярной литературы и запланированы и осуществляются мероприятия по ее поддержке. Историческая литература имеет очень хорошие показатели наряду с фантастической литературой. Экономическая литература нам, видимо, не так важна. Философская так же. Фантастическая литература, видите, вот как бы поляризовать чтение фантастики у нас имеется один из трендов. Но больше всего нас шокировали журналы и газеты. Почему-то их нужно поддерживать. Я считаю, что каких-то специальных мероприятий по поддержке журналов и газет не обязательно создавать. И обрадовали показатели по поляризации электронных изданий. 64% опрошенных ответили, что мероприятия эти осуществляются и запланированы. И интернет-ресурсов, но здесь как в общей массе 75%. Среди отдельных, часто встречающихся ответов масса мероприятий это краеведческая литература, православная и литература по искусству, что, в общем-то, неплохо. Известно ли о программах поддержки чтения в других регионах? 78% отвечает, что известно. И 18% отвечает, что неизвестно. И вот топ-5 программ, о которых известно нашим специалистам, да, разумеется, это Ульяновская область, Челябинская, Свердловская, Белгородская, Ханты-Мансийский автономный округ. То есть эти программы являются как бы образцом для подражания для наших специалистов. Проводят ли целенаправленную методическую работу на библиотеке среди специалистов своих собственных? К сожалению, 34% отвечают, что не проводят. Какие материалы используют наши специалисты как раз вот в рамках этого плана работы? Чаще всего встречаются сайты библиотечных журналов, современные библиотеки, библиотечные дела и так далее. Сайты наших областных библиотек, сайты издательств, сайты РГДБ, РГБМ, РНБ и порталы год-литературы, чтение 21, культура РФ, для детской библиотеки, соответственно, сайты книгуру, пап, мам, бук. И используют часто также библиотечные блоги и сайты региональных библиотек, ну, чтобы, видимо, также красть идеи для своих мероприятий, что, собственно, один из постулатов инновационности. Используют. Ну, это как бы один из постулатов инновационности, красть идеи у других, адаптировать от себя. То есть здесь получается нормально. В социальных сетях у нас зарегистрировано 250 библиотечных представительств, все они включены в кольцо библиотечных групп Самарской области, и 91% из них проводят целенаправленную работу по продвижению чтения в социальных сетях. А вот откуда узнают о книжных новинках? В общем-то, ничего здесь нового здесь увидеть также не приходится. Единственное, меня обрадовало горькие медиа. Не самый встречающийся частный ответ на вопрос, какими ресурсами пользуются наши библиотекари. Ну, понятно, Литрес, Грандфаир, и сайты книжных фестивалей также меня очень обрадовали. На вопрос, насколько современной библиотеке необходима специальная подготовка к сфере поддержки и продвижения чтения, конечно же, ответ необходим. Мы используем самые разные для этого издания, самые разные материалы. Ну и на самом деле результаты данного мониторинга можно рассматривать как один из элементов управления качеством в области продвижения чтения. Можно не рассматривать, но проблема эффективности работы по продвижению чтения, она будет стоять всегда как в отдельно взятых библиотеках, так и в целом в единой системе управления культурой. Ну, несмотря на это, мы проводим 15 где-то примерно семинаров и вебинаров в год по вопросам поддержки развития чтения, конкретно по консультальным основам национальной программы поддержки развития чтения, в которых участвует около 440 библиотечных специалистов. Все. Мне очень на самом деле отрадно, что данные в мониторинг вызывают столько эмоций, но поверьте, если вы проведете на базе своих регионов похожие исследования, при этом взяв за основу те формы, которые приложены на национальной программе поддержки развития чтения, ничего нового мы не выдумывали, вы получите удивительные результаты, местами хорошие, а местами очень нехорошие. Поэтому я призываю всех исследовать чтение, потому что без этого принятие каких-либо мер, оно невозможно. Спасибо, Софья Сергеевна, да, Ваше выступление вызвало. Неоднозначная реакция у аудитории, да, есть, конечно, масса вопросов. Давайте буквально несколько вопросов зададим, потому что времени у нас мало. Вы хотели спросить? Вы представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, у Космовска библиотека авто, город Выбор, а мне интересно... Будете забыть, да, да, потому что... Я подаю еще раз. Извините, библиотека авто, город Выбор, Колька Осмовска. Я хотела вам дать, как бы, некоторую реплику. Очень большие сомнения вызывают объективность Вашего исследования, потому что большинство библиотекарей, если они библиотечные специалисты, отвечали на Ваши вопросы, исходя из своих конкретных возможностей, из своих фондов. И то, что Вы прокомментировали, например, Вас удивило, то, что нужно продвигать литературно-художественные журналы. Вот нужно продвигать литературно-художественные журналы, считает одна библиотека, потому что им это необходимо. А по поводу сайтов или каких-то других интерактивных виртуальных ресурсов, считают, что нет. Скажите, вот Вы каким-то образом, какую-то погрешность планировали, или Вы 100% всему этому верите? Нет, разумеется, там, где, например, самая, наверное, красноречивая таблица была про активных участников в поддержке развития чтения, про институты. Конечно же, НИИ и ВУЗы, они есть далеко не в каждом муниципальном образовании, поэтому учитывать этот показатель смысла нет. А вот школы, другие библиотеки, клубы, они есть везде. Поэтому здесь мы, конечно, учитывали. Что касается отдельных видов литературы, конечно же, эта погрешность учитывается. Но на самом деле, для развития активного и компетентного читателя нужно продвигать все виды литератур. Понятное дело, что фонды наших библиотек укомплектованы далеко не самым лучшим образом. Но это тот показатель, который мы выявили, и он отражает действительность на данный момент и те ошибки, которые мы должны сейчас исправлять, в том числе и в плане комплектования. Спасибо. Давайте, кто захочет пообщаться, Софья Сергеевна, она у нас два дня присутствует здесь, и уже в частном порядке можно будет пообщаться. Теперь давайте познакомимся со следующим докладом, в котором будет представлен опыт работы московских библиотек. Опыт по созданию тематических проектов, которые интересны для определенного круга людей. В Москве, как мы знаем, уже созданы, и действует несколько библиотек. Это библиотека дизайна, библиотека высокого полета неба. И эти проекты нам представят, и вообще с опытом работы Восточного административного округа Москвы, который по численности населения даже не малый город, а большой, нам расскажет Жаденов Олег Михайлович, генеральный директор ЦБС Восточного административного округа Москвы. Здравствуйте, коллеги. С праздником вас всех. Хороший праздник. Поэтому можно не сдерживаться, улыбаться. Значит, если кто-то с собой принес, заранее заготовил, втухлые помидоры, прошу его приготовить, потому что вам сейчас его можно применить. Потому что некоторые вещи, с тех, о которых я буду говорить, они, возможно, покажутся спорными. Но я прошу, не кидайтесь ничем, до тех пор, пока я не объясню, что я имел в виду. Потому что, может быть, мне удастся вас разубить. Значит, мой доклад будет состоять из нескольких блоков, чтобы вы сразу понимали, в какой момент чего ждать. После того, как я расскажу в двух фразах, я расскажу о точках роста. Это очень интересная программа, которая прошла в Москве. Она заняла ровно год. Абсолютно успешный проект. Я очень рад, что мне удалось с ним принять участие. Если мне хватит смелости ближе к концу, я расскажу о проблемах, в которые мы попали. И из некоторых мы даже вышли, но не из всех. Ну и помимо этого, я пару-тройку постулатов угрошу, на что мы ориентируемся, на что мы опираемся в нашей работе. С вашего позволения начну. Восточный административный округ и ЦБС Восточного административного округа это самая большая библиотечная сеть в Москве. Так уж получилось, что мы этим управляем. Но в том, что она большая, есть еще и огромная сложность, потому что она после слияния, она возникла из четырех независимых ЦБС, которые географически, как реками, разделены огромными магистралью. И для того, чтобы попасть из одной части в другую, иногда приходится либо через НКАД, либо через ЦБС. Поэтому это, несмотря на то, что организация одна, это несколько независимых подразделений, исторически они так и продолжают жить. С кем нам приходится конкурировать при этом? Восточный административный округ. Конкурент у нас на самом деле один. Как мы их считаем, это торгово-развлекательные центры. Потому что они предлагают спектр услуг, да плюс еще там можно поесть, да еще там можно оставить ребенка. И есть налет образовательный какой-то, еще раз подчеркну, налет, потому что образование – это системный процесс. А когда ребенка просто скидывают на час-два, чтобы они не мешали, это немножечко другое, это псевдопедия. Но, тем не менее, это наш главный конкурент. Ни кинотеатры, как мы раньше думали, ни музеи или культурные центры, нет. И уж тем более на другие библиотеки. У нас один главный конкурент. Конкурент, и мы конкурируем за время. Это самая главная единица, которая нам важна. Следовательно, для того, чтобы выживать и общаться с современным потребителем и с людьми, которые свое время как-то выделяют и думают, куда его расходовать, нам нужно предлагать продукт как минимум на таком же уровне или лучше, или такой, которого нет у наших конкурентов. В сетовании на тему того, что сейчас идет сплошная цифровизация, мы здесь не можем конкурировать, потому что сколько нам не закупают компьютеров, нам их все равно не хватит, и скорость обновления нашего парка компьютерного, она все равно сильно ниже, чем у коммерческих организаций. Но есть одна константа, которую мы предлагали в последние нескольких тысяч лет, и она до сих пор остается нашей монополией. Это общение. Общение живое, человек к человеку. Вот это мы можем предлагать. На это нужна операция. Не на то, что мы докупили компьютер или перешли на новую обиску, или закупили новых книг. Это, конечно, очень важно. Но единственной важной вещью, которая не меняется, которая остается наша, это общение. Это то, что мало кто может предложить. Если раньше можно было ходить в поликлинике и общаться с докторами, сейчас 15 минут до свидания. Мы остаемся в центре, в которой предлагается широкий спектр качественного, долгого общения для разных аудиторий, для разных возрастов. Поэтому на... Простите? Клуб предлагает общение. Клуб. Клуб предлагает общение. Да, власти. Сейчас я проеду, что вы говорите. Наша деятельность, когда мы говорим о том, что мы пропагандируем чтение, она не может ограничиваться стенами библиотеки, в которой мы находимся. Мы не можем решить проблему, находясь в заключении, в рамках этой проблемы. Поэтому для того, чтобы привлечь новых людей, нам недостаточно повесить объявление у себя внутри, а нам нужно куда-то выходить. Причем выходить не только в народ, как мы делали школы, детские сады, училища, институты. Нет. Нам нужно активно завоевывать интернет и учиться работать на этом пространстве, гибиться на этом пространстве и оттягивать на себя внимание. Наш успех и залог нашего выживания, он заключен не в нас, а в том, насколько мы перестанем быть закрытыми. И нас перестанут воспринимать именно так. Так действуют другие организации, почему не действуют нам так? Поэтому мы решили пойти на такой эксперимент и максимально открыться. Причем как самим начать выходить, так и к себе начать запускать. Понятное дело, что не все в партнере. Но мы достаточно широко открылись и приглашаем к себе партнеров. Из всей вселенной библиотек, которые бывают абсолютно разные, я буду говорить о очень маленьком сегменте. То есть мы не национальные библиотеки, мы не технические, не узкоспециализированные никакие. Мы сеть библиотек публичных, которые находятся не в центре города, а ближе к окраинам, скажем так. И Москва не маленький город. Когда... Питерский воздух немного подсадил меня, но зато голову стал глубже. Извините. Когда люди добираются после работы, среднее время перемещения по Москве от дома до работы – это один час. Это тем, кому повезло. Очень круто. Спасибо большое. Чаще – это больше. Так вот, когда к 7-8 вечера работающий родитель добирается до своего места жительства, чтобы переодеться или еще что-то, или забрать детей, выбираться куда-то обратно в центр, чтобы потом еще раз час ехать обратно, на этот подвиг уже способны остаются немногие. Но при этом вот это время с 7 и примерно до 9 часов по опросам, которые проводились у нас, люди готовы инвестировать во что-то интересное. Главное, чтобы это было реально. Это первое. Поэтому здесь два слова, которые вынесены. И плюс, они хотят это, чтобы это все было максимально сострадочным в одном месте. Как вы сказали, клуб, да, наши библиотеки, они зачастую действуют, в том числе, как клубы. Это не значит, что библиотечная функция у нас загибается или уходит. Нет. Просто если 20 лет назад 100% услуг, которые предлагала библиотека, ну или 95, была связана с книгами, то теперь за счет добавления большого спектра еще услуг у нас сохранилось то же самое, что мы предлагали под ним, но еще добавилось процентов 40 услуг дополнительных. Поэтому мы централизуем максимальное количество востребованных для данного района услуг и предлагаем все это в одной точке. Так мы работаем. И какого типа услуги мы предлагаем? Восстребованные. Мы, прежде чем отважиться на эту программу, мы провели исследование потребностей наших граждан и поняли, что повторять и углублять свои знания в высшей математике или оттачивать виртуозную игру на каких-то редких музыкальных инструментах, таких запросов почти что нет. В основном запрос идет в мэринстрим из какого-то базового набора для детей и базового набора для родителей. Поэтому мы в первую очередь решили обеспечить эту потребность. При этом мы, конечно же, вводим какие-то экзотические вещи, типа игра на укулеле или изучение эсперанто. Такие потребители тоже есть. Но на этапе номер два. Теперь я прихожу к примерам, которые проиллюстрируют основную часть моего доклада. Мы решили попробовать пойти по пути тематических проектов. Как раз программа «Точки роста» она нам развязала очень сильные руки. Если сильно упростить, то руководство сказало, делайте что хотите, лишь бы это было во благо культуре и пропагандировало чтение. Поэтому мы запустили несколько тематических проектов. Большинство из которых мы считаем более чем успешными. Начну я с первого, потому что мы с испугу разогнались. И раньше всей Москвы запустили буквально через два месяца после объявления программы. 24 ноября прошлого года мы запустили первый проект. Это театральный проект «Свободный 24». При этом, как он проходил? Мы проанализировали систему хранения и расположения стеллажей библиотеки и поняли, что за счет более логичной организации мы можем высовывать пространство почти 180 метров. Не выбросив ни одной книги, а просто более логично расставив стеллажи. Причем, в результате вот этой вот перестановки у нас появились отдельные зоны для людей, которые хотят уединиться, отдельные такие мини-открытые зальчики, где могут собраться и поговорить, и позаниматься, потому что у нас много там было крошков. Ну и у нас получился один огромный зал, который мы переоснастили, перекрасили, перестроили, довесили оборудование и получили театральную площадку. Учитывая то, что в этом районе нет вокруг ни кинотеатра, он был, но он закрылся в тот момент, по осени. И пойти, в общем-то, некуда, а место находится в двух минутах от метро оживленнейшего просто узла. Нам даже ничего делать не пришлось, буквально через месяц эта площадка заработала, и там мероприятия идут пять дней в неделю. Сейчас, по прошествии года, вот этот вот режим бешеной гонки по количеству мероприятий, которые проходят здесь, в мероприятии, это спектакль, чтобы вы понимали. Он остается. Около пяти спектаклей в неделю здесь проходит. Причем, что еще интересно, эта площадка работает по принципу, который практикует всего еще одно учреждение культуры. Это театр нации. Там нет своей трубки, но трубы тщательно выбираются либо художественным руководителям, либо советам, и они приглашаются для работы на этой площадке. Так вот, это мы выясним через год работы, чтобы по такой схеме, которая практикуется в других странах, работать всего две площадки. Мы пришли к этому интуитивно, но, в принципе, есть повод гордиться. В итоге у нас здесь работает порядка 12 коллективов. Это дает нам возможность выступать с репертуаром очень широким, разноплановым, и почти все спектакли у нас проходят здесь бесплатно. Вот несколько картинок, которые иллюстрируются. Мы, к сожалению, ну, приходится сказать, к сожалению, пришли к моменту, когда мы не справляемся с потоком посетителей, потому что посадочная емкость в 150 мест, это даже не все их сидячие. Людям приходится стоять, но они готовы на это идти, потому что продукты очень интересные. А теперь смотрите, причем здесь театр и книги, казалось бы, абсолютно связаны. У нас начала расти книговыдача, потому что произведения, которые, в общем, вы понимаете, были очевидны. И плюс, современная библиотека, как я уже говорил, она не только про книги, она больше про общение. Это центр, в котором можно встретиться и от которого можно оттолкнуться и пойти дальше. Проект, который следующий, который стал такой мини-бомбой в московском пространстве. Я уже много обвинений поотбивал на эту тему, что жаденов сошел с ума и начал задаскивать какие-то непонятные вещи, выпендриваться. Нет, это не выпендрешь. Это реальная кабина самолета, которую нам удалось внести в библиотеку. Зачем? Если мы не будем растить сегодня пилотов, через 10 лет у нас будет нехватка порядка 1100 пилотских мест. Кто нас будет возить? Китайские товарищи? Окей. Тоже хороший вариант. Мы хотели бы и своих пилотов растить. Если в мои годы мечтали, что быть летчиком с самолетом было нормально, то сейчас это немножечко подразднуло. Больше посмотрели на банковскую сферу, какие-то блокчейны и прочее. Где можно пощупать реальный самолет в реальном мире? Здесь можно. Можно подойти, похлопать, можно сфотографироваться. Более того, там 3D-симулятор. Там можно научиться летать. Зачем? Выпендрешь? Нет. Дети просят книги про авиацию. Поэтому в нашей последней закупке там есть список книг, которые по здравому миру год назад я бы не купил. Какая-то Мрия, какой-то Илья Муромец. Зачем? Ну, это просят дети. Здесь учат азан пилотирования с тем, чтобы дети потом пошли и занимались дальше. Есть в этом элемент игры? Есть. Есть в этом условный обман, то, что мы затаскиваем на что-то интересное, как на жертвца? Конечно, есть. Я это не скрываю. Мы поставили около витрины такую штуковину. Люди, которые выгуливают собак, они там регулярно пьются головой в стол, потому что они смотрят туда и утыкаются как раз в фонарный стол. Конечно, есть. Плохо, не думаю. Наши юные пилоты, более того, говоря об этом проекте, это еще одно... А? На самом деле, я хочу сказать, что в процессе внедрения тематического проекта там есть очень много нюансов. Коллектив зачастую не принимает, потому что, извините, мы библиотекари, а вы сумасшедшие какие-то. Вы молодые менеджеры, которые вдалеке от библиотечной жизни, и вообще вы кто? У вас есть библиотечное образование? То есть, вот такие разговоры насколько угодно происходят. Это проект, это моя личная гордость, моя личная победа, потому что вот эти вот эти мои прекрасные дамы, они настолько восприняли эту идею, что партнеры, которые нам помогают в продвижении, они, по-моему, там живут с жадной семьей. Пусть, когда мы пошили всем еще раз специальную форму, достаточно прохладно бывает, зима, у нас форма с бейджами, с крыльями, библиотека, небо, имя, абсолютная красота. Вообще не выходит, не снимает. Идем дальше. Еще один проект это Восток-1. Когда я говорил, что буду делиться проблемами, напомните мне, расскажу. Это проект уникальной библиотеки, скандинавский дизайн. Огромная, очень красивая, очень светлая, с посещаемостью аж 120 человек в неделю. Была в марте прошлого года. После, вернее, в ноябре, в ноябре. Неделю? 120 человек? Было. Громче, это что, скажите, потому что неприятно это сказать. Я хочу понять. Конечно. Это не то, чем я сейчас собирался гордиться. Ни в коем случае. В ноябре, когда мы пришли в эту библиотеку, наша молодая команда, когда мы посчитали это, реакция была примерно вот такая. Сколько? 120. Конечно, ни о чем, при том, что библиотека огромная. За четыре месяца работы нам удалось довести показатель до трех тысяч. И тут начались проблемы по-настоящему. Потому что к вечеру у нас на площадке 150 хулиганов. Потому что три школы для детей с девятым поведением вокруг закрыты. Зимой пойти некуда. Когда мы запустили этот проект и открыли двери к себе, они все пришли куда? К нам. А теперь представьте себе. Себя на месте вот там два-три человека работают. У вас толпа 150 неуправляемых подростков. У вас нет опыта. Ну, может, у кого-то есть. У нас не было опыта. Работают ни с такой аудиторией, ни с таким количеством. Я не говорил про то, что помещение оказалось не готово просто принять в грязный период времени, детей. Там не хватало ни тряпок, ни туалетной бумаги, ничего. И мы находили какие-то и банки за стеллажами. Сейчас я говорю полный ужас, но среди коллег, уж не для передачи, буду откровенен. Да, было. А теперь смотрите. Что нам делать в этой ситуации? Когда мы обратились в органы социальной опеки и сказали, слушайте, тут мы вам контингент ваш собрали. Может, как-то разберете им и гоните вы их, мы не знаем, что с ними делать. Нормальный ответ. Решили их не гнать. Решили связаться с благотворительными фондами, с компаниями, которые занимаются психологическим консультированием. Скажу вам честно, мы не смогли решить до сих пор этот вопрос. По весне, когда стало тепло, случился естественный оттоп этих детей, но сейчас они возвращаются к нам снова. Что мы с ними будем делать в этом году? Да, конечно, мы подготовились, да, мы, конечно, придумали, что делать, но я думаю, что мы до конца не решим эту проблему. Поэтому вот в этом своем стремлении сделать лучше, мы вошли в зону, которая не наша, и мы там пока не умеем работать, мы пока учимся там работать. Но, тем не менее, от проекта, от которого мы не собираемся отказываться, мы продолжаем там насаждать культуру, ну, как мы себе ее видим, просто показывая нашим детям, что может быть по-другому, может быть иначе. Так вот, мы используем здесь, это единственный случай пока что в моей практике, когда мы в образовательном, вернее, в нашей работе используем в том числе и видеоигры компьютерные, потому что к нам пришла аудитория с таким запросом, что начинать нужно не с Пушкина, нужно начинать с чего-то, что им более понятно, а потом уже подтягивать потихонечку тоже. Это наш опыт, мы говорим, я говорю только о работе. Библиотека дизайна. Получилось не то чтобы стихийно, в этот проект готовился полтора года, велись переговоры, есть такое объединение молодых компаний, клуб промышленных дизайнеров в России, туда входят в разное время порядка 30 разных компаний, которые занимаются тем, что делают красивые вещи, но серийно. Делают их у нас, на наших производствах и через полтора года нам наконец-то удалось их убедить, что нужно создавать не только вещи, но еще и говорить об этом, встречаться, продвигать, учить, а также искать единомышленников. Получился проект, который мы сделали с бешеной скоростью, за два месяца мы переделали библиотеку, вот это вот, это реальный интерьер, без фотошопа, без всего, это открытие. Несколько вопросов фотографий, потом расскажу. Остановились вот на этом. Мы сделали в процессе работы, поскольку мы анонсировали этот проект в департаменте культуры, в департаменте образования, внешнеэкономических связей, он заинтересовал наше руководство и работы наших людей, с которыми мы сотрудничали по этому проекту, они были направлены в Милан на выставку. Буквально через месяц, буквально через месяц пришел запрос из Венеции в рамках Венецианской библиеналии. Проходит неделя дизайна, куда пригласили нас с проектом библиотеки. Вот я считаю, что это триумф библиотеки с окраиной Москвы, да и вообще библиотечной сети, представлять библиотеки России на форуме такого масштаба. Это палац 16 века, кирпич. А вот эта фотография, которая во всю эту палаццию, палацция в Венеции распечатана на нашей библиотеке на полимерной улице. Вот это и есть библиотека дизайна. Достаточно необычно она смотрит. Сейчас мы еще, конечно, улучшили и сделали еще. Так вот, что мы можем показать итальянцам? Казалось, что можно многое показать. Не только то, что мы представили какие-то элементы, которые спорные, и понятное дело, что с итальянским дизайном конкурировать, знаете, как на солнце говорить, высадившись на солнце, говорить о свете. Примерно так же. Но мы говорим о том, как мы это используем в работе. Мы говорим о том, как мы можем зарабатывать на этом. И некоторые вещи для итальянцев были откровеннее, когда мы просто разложили им, что они теряют миллион двести евро в месяц на неиспользование пространства. Они не поверили и долго и долго пересчитывали и потом убедились, что так оно и есть. Просто некоторые подходы нас, хитрых русских, они могут стать предметом торга и экспорта в Абрагиистан, и куда они нам не поставляют сыр. Библиотека дизайна правда хороший проект. Сейчас там идет по нарастающим шквам мероприятий, которые проходят, и это стало тематической площадкой. Несмотря на удаленность от метро, площадка каждый раз набирает аудиторию. Я уже заканчиваю. И есть обычный как бы проект, в котором нет никакой темы, но если вы себе представите, вот стол, на нем тарелка, а рядом стоит яичка. Вот примерно так выглядит тот район, о котором я хочу сказать по относительному Москве, Новокосино. Он находится за МКАДом, там живет порядка 30 тысяч человек, и вы приехав туда, в Москву ты не уедешь обратно. Более того, города, которые находятся в какой-то доступности полчасовой, они едут не в Москву, они едут в Новокосино. А из культурных институций, там, внимание, Макдональдс, все, больше нет ничего. Поэтому мы не стали выдумывать никакой проект. Мы сделали хорошую библиотеку с большим набором, там, 1750 квадратных метров, с большим набором услуг. Просто сделали уютно и красиво. у нас к концу августа запись закончилась на весь год. Просто потому, что истосковавшиеся родители и дети наконец получили площадку. Здесь нет ничего необычного, просто хорошо организованной работы, куда мы подтянули партнеров, дали им работать и рассказали об этом жителям. Все, вы сделали. У нас там есть еще две библиотеки в шаговой доступности. Так вот, в свете вот этой площадки мы начали разрабатывать еще две. Здесь рядом, просто потому, что не вмещает одна. Много красного, но она же неплохая. Теперь, заканчивая все, как мы все это делаем. Я своим коллегам говорю, что не нужно, нужно переставать все делать своими руками. Мы те самые люди, которые управляют потоками. Мы волшебники, которые привлекают партнеров и создают для них условия. Которые привлекают людей и показывают, куда нужно идти. Мы, конечно, для кого-то это и привычно, или хобби, и он очень любит делать, сам проводить лекции, экскурсии. Ради Бога, если остается время. Но в первую очередь нужно взять профессионала и дать им профессиональный комплекс условий для их работы. Поэтому вот эта группа наших дизайнеров, которых не все, они на одну фотографию в стиле смоя, это те, кого мы пригласили и сказали, работайте, что вам еще надо. Вам нужен проектор, вам нужны отдельные комнаты, материалы для детей, фанера какая-нибудь, которую вы будете использовать. Давайте, главное делать. Или клуб авиаторов. Мы постарались создать все условия, чтобы они, как профессионалы, летчики, начали действовать там. И это все расслабляется. Так мы действуем со многими нашими партнерами. У нас есть трудности, мы им благодарны за это, я не буду перечислять. Нам очень нравится тот процесс, который у нас идет. И будем продолжать и дальше в этом направлении развиваться. Это слоган, который мы украли у наших австралийских товарищей. Библиотеки это не пункт назначения. Это точка отправления. Поэтому нам не нужно много читателей. нам не нужно, чтобы люди к нам приходили и оставались. Это было бы патологией. Нет. Пускай они приходят, берут то, что надо и уходят куда-нибудь совершить хорошие дела. Потом устают в этом дурацком мире и приходят снова к нам подпитаться и опять уходят. Если они к нам приходят и остаются, то это наши коллеги, мы их тогда уформить лучше должны. И зарплату им платить, и штрафовать их за какие-нибудь там, прогулы и еще что-нибудь. Нет. Пусть от нас отталкиваются. И более того, мы развиваемся и с этим начали развивать еще два направления. Первое, это наставничество, о котором почему-то в какой-то момент в нашем месте забыто. И время? Да, уже давно. Что же вы меня не ударили? И мы запустили еще мотивационно-тренинговый центр, который будет обучать людей как из нашей области, так и всех, кто на нас просто посмотрел, дум захочет остаться. Все, спасибо большое. Извините. Спасибо большое. Пусть получается, что в вашей тематической библиотеке приходят читатели, видят кабину самолета, возникает интерес к литературе, посвященной небу, космосу. Есть копыта спроса, покупатель литератур, а проекты для других читателей, которым неинтересно небо, допустим, есть? Я же не внятно об этом я просто еще раз подчеркну, деятельность как была, так и остается. Просто к ней добавляется одно нечто, о чем вы просто чуть больше говорим. Здесь больше пабтеатра, здесь больше хранения. Спасибо. Пожалуйста. 283 человека. Это на всю систему. Это на всю систему. 283. Все это делают у меня один человек, который сидит вот здесь. Вот главный человек, который курирует все тематические проекты. уехал. Это на всю систему, уехал. Ну, может быть, у вас и есть, но просто рамки доклада, может быть, не позволили это сделать. Так что спасибо большое. Так, и у нас остался... Кто? Один... Последний докладчик. Ну, не последний, но до перегрева, да? Значит, читающий вид исчезающий. Добрый день, меня зовут Надежда Аксаментова. Я из города Рифунска, областная библиотека имени Молчанова-Сибирского. Я постараюсь очень коротко рассказать о нашей работе, о нашем обыте работы в области продвижения чтения на примере нашего проекта. У всех библиотекарей глубоко сидит убеждение о том, что читать это полезно. Коллеги, на самом деле это так, и все ли мы можем с уверенностью сказать, что читаем правильно? И что значит правильно читать? Собственно говоря, сегодня бы хотела поговорить о такой категории, как человек правильно читающий вид исчезающий. Существует общепринятая система. Если это театры, то это театральные сезоны. Если это музеи, то это обязательные экспозиции и выставки. Что же с библиотеками? Библиотеки — это история про книги и про чтение. Так вот, кто мы библиотекари в этой системе и какое же место занимает наш читатель? И в какой плоскости нам будет интересно быть вместе? Чтобы ответить на эти вопросы, я предлагаю рассмотреть опыт нашего проекта «Человек читающий. Программа эффективной работы с текстом». «Человек читающий» — это образовательный проект, направленный на повышение интереса к чтению и формирование осознанного отношения к нему как в специфической и очень важной сфере интеллектуальной деятельности. Но прежде всего, этот проект — это история о том, как мы заново познакомились с нашими читателями и как читатель вновь открыл для себя библиотеку. Небольшая предыстория проекта. Мы все давно очень активно существуем в социальных сетях. И в какой-то момент мы стали сторонними наблюдателями того, как книга и как сам процесс чтения сделал себя инструментом пиара. И мы, библиотекари, начинаем терять доверие наших читателей, людей, которые читают и готовы говорить с нами об этом. Многие готовы платить немалые деньги известным блогерам или бизнес-тренерам для того, чтобы они посоветовали какие-то книги по личностному росту и так далее, поделились списком прочитанных книг или стали личным консультантом по чтению. В общем-то, это и стало точкой проекта отрывной. И цель у нас была такая амбициозная — восстановить доверие читателя. Но проблема не только в вопросе, почему люди идут в платные ридинг-группы. Да, там атмосфера, там пахнет кофе, во всем это отлично знаем. Но и вопрос стал о профессионально читающем библиотекаре. Настольной книгой нашего проекта стала брошюра Сергея Нагентьевича Поварнина с 1924 года «Как читать книги». Достаточно прочесть некоторые выдержки и содержание, чтобы понять актуальность книги на сегодняшний день. Вся суть нашего проекта заключается в трех вопросах. Что читать, зачем читать и как читать. Существует очень множество программ по технике чтения. Все они умеют точечный характер или же стоимость превышает качество и содержание этих проектов. И обывателю зачастую эти ресурсы малодоступны. Мы хотели не только привлечь внимание к чтению, но и научить людей профессионально это делать, пусть профессионально читать. Основная проблема современных людей, как мы это видели на тот момент, — это нехватка времени. Все-таки нам хватает времени на пустое глотание интернет-заголовков, но мы не готовы тратить какое-то количество времени на хорошую качественную литературу, чтобы почитать. Мы попытались в проекте объединить все успешные технологии, чтение и современные инструменты для профессиональной работы с текстом. По завершению проекта участники получают систематизированные навыки для работы с текстом, а также формируют абсолютно новое видение библиотеки в достижении своих целей. Наш проект мы разделили на два кейса. Первый кейс — это закрытый кейс, он для фокус-группы. То есть мы набрали людей, готовых участвовать в проекте. Мы рассчитывали, что это будет человек 15, но по итогу это 30 человек, которые постепенно количество увеличивается. В этой фокус-группе мы отрабатываем нашу учебную программу. Здесь представлены темы, по которым мы работаем. Как можно видеть из заявленных тем встреч, мы учим людей работать на понимание особенностей разноплановых текстов и видов литературы. Существует публичный кейс, куда мы включили публичные встречи в рамках проекта с нестандартными подходами к чтению. Здесь мы разрешили себе немного безобразия. Мы исследуем формы, содержание, и каждая наша публичная встреча проходит по заявке нашей фокус-группы. То есть фокус-группа советует нам содержание и то, что было бы им интересно. Что интересно, на эти мероприятия подтягиваются и остальные, не участники проекта, а люди, которые где-то или как-то узнали о нас. Какое же место занимает все-таки библиотека в этом проекте? Библиотека в проекте выступает в роли информатора и посредника в системе книгочитателей. Библиотека может подойти к чтению как проблеме, обеспечить условия для комплексного формирования читательских компетенций. Наш проект получил грантовую поддержку фонда Михаила Прокорова, но прежде чем мы подавали заявку, мы для себя очень четко определили, что в случае неудачи, такое тоже бывает, мы сможем начать реализовывать наш проект абсолютно самостоятельно и без какой-либо финансовой поддержки. И мы считаем, что это в принципе уникальность нашего проекта. Нас поддержали наши друзья библиотеки, это лидеры мнения в нашем регионе, это крупные ученые, это педагоги, общественные деятели, которые абсолютно на бесплатной основе согласились провести для корпус-группы занятия по заявленным темам, которые мы предоставляли. Все эти люди давно знают библиотеку, доверяют нам, и они относятся к библиотеке как к центру чтения. Поэтому любая библиотека, имея такой высокий градус доверия, в принципе сможет организовать подобный проект у себя. Мы заложили финансирование только на составление методического пособия, и это весьма нестандартная вещь, как аналогия, мы всегда приводим книгу «Алиса в Зазеркале». То есть, с одной стороны, это будут методически отработанные вещи по реализации проекта, которые можно будет дополнять, расширять в зависимости от специфики своей деятельности и своих проектов по чтению. И, с другой стороны, это будет наш дневник проекта, где мы будем делиться с нашими коллегами о том, как надо делать, как не надо, все наши страхи, все риски, которые мы, в принципе, преодолеваем. Проект находится в реализации. И, по большому счету, являясь методическим центром в области, мы взялись отработать поэтапно весь проект реализации, показать примером нашим коллегам следующие вещи. Что библиотека — это все-таки история о чтении и о книгах. Библиотека может и должен быть руководителем чтения у себя в регионе. Проект — это все-таки командная работа. Даже если ты ошибся, у тебя за спиной должна быть команда, которая тебя поддержит. Именно поэтому в дневнике появились такие откровенности, как не надо делать. В общем-то, это наши грабли в каком-то роде. Разнообразие форм и содержание работы с книгой — это все-таки вопрос профессиональности библиотекаря. Здесь нужно знать и ориентироваться на запрос читателя, знакомиться с читателем. Как уже говорили многие коллеги, живое общение и только в этом поможет. Если мы не будем разговаривать с нашим читателем, мы ничего о нем не узнаем. Вопрос о том, что книги в библиотеке — они для чтения. Вроде бы не вызывает сомнения, но мы в какой-то момент поняли, что в условиях дефицита комплектования в нашем регионе заказывать книги нужно под какие-то проекты. То есть книги не должны простаивать на наших полках, они должны работать, они должны использоваться в проектах. Это вот такая часть, которую мы хотим донести до наших коллег. И все строится на личном интересе. Если тебе интересна тема, ты ее двигаешь. Нам интересна тема по чтению. Мы этим занялись, нам это интересно. Мы уже планируем последующие проекты, которые плавно вытекают из этого. И в конце я бы хотела закончить свое выступление небольшой цитатой. Чтение стало настоятельной потребностью, необходимым условием роста человека разумного. И поэтому принятое определение венца творения как биологического вида хомо-сапиенс правомерно, пожалуй, дополнить еще одним по-молевски, человек читающий. Я благодарю вас за внимание, коллеги. Большое спасибо. У меня вопрос. Такой замечательный проект, как бы работа с текстом. Работа с текстом, то, что вы хотите работать с молодыми людьми. А вот как вы думаете, почему вы... Первая дискуссия была посвящена о вреде чтения и человек читающий вид исчезающий. То есть в чем была необходимость содержательная отталкиваться от негативных стереотипов? Понимаете? От вреда чтения. Потому что на самом деле, я понимаю, это нужно обладать глубоким профессионализмом для того, чтобы интересно рассказывать о книгах. По сути, то, о чем вы говорили, это наши профессиональные компетенции. Мы должны интересно рассказывать о книгах, приглашать к разговору людей. Но зачем, почему вот сегодня в современных условиях библиотекари, почему говорят сначала нужно читать, не нужно читать, вредно читать, а исчезает, не исчезает. Почему мы обязательно включаем вот эти стереотипы? Мы не верим в себя, мы не верим в своих читателей, не верим, что людям интересно читать. Почему мы начинаем с этого? Я поняла ваш вопрос, спасибо. На самом деле, наш проект, он такой провокационный. И вот эта панельная дискуссия, которую вы видели, она привлекла очень большое внимание. Мы понимаем, на какую целевую аудиторию мы рассчитываем. И вот такие провокации, они позволяют привлечь внимание. Почему вы об этом говорите, да, мы, кстати, тоже об этом думаем, как думают от наших читателей, идет такой посыл. И приходя на эту дискуссию, они понимают, что да, в какой-то мере читать, вредно, да, мы садим зрение, да, пустое глотание каких-то пустых текстов, это вредно. Но в тот же момент мы переходим к тому, а как правильно читать, и говорим, что именно мы и наши друзья помогут вам в этом. На этой дискуссии, это было открытие нашего проекта, мы набрали фокус в группу. А группа какая была? Кто входил в группу? Целевая аудитория, мы рассчитывали на студенческую, но, как показала практика, у нас представлена разная категория. Самому младшему 18, самому старшему 56 лет. То есть люди абсолютно из разных социальных. Ну, спасибо большое. Вы знаете, что на самом деле ваше выступление, ваш доклад и ваш опыт, который вы проводите, требует очень серьезного разговора и серьезной экспертизы. Потому что я, как специалист в области технологии работы с сексами, я это увидела сразу с первого взгляда. Ну, вопроса не об этом. И вот есть вот то, что в продолжении Вера Викторовна сказала. Вот один из законов, сформулированный Натальей Николаевной Светловской, для начальной школы. Натальей Николаевной Светловской, для начальной школы, наряду с двумями, не буду тебе говорить, а этот, она говорит, вот вдумайтесь, какой это закон. Провоцирование обучением чтению нежелания читать. Это вот тот, про который вы говорите негатив, и в коем случае вообще нет. То есть провоцирование обучению чтению нежелания читать. То есть вся начальная школа сейчас, и это можно посмотреть и показать. Не все, конечно, там есть, конечно, очень много положительного, интересного, хорошего и так далее. Но, само уже обучение, вот эти методики, которые существуют, они отторгают школьников. Нет, нет, оно, это все равно нет, это взаимосязнание. Откуда, родом из детства, все вот это, все вот это, вот, неквалифицированный, что ли, читатель, и кто они, диапазон-то, посмотрите, какой, не случается, а какая целевая аудитория. А насколько готов, вот я хочу сказать, библиотекарь, насколько готов библиотекарь обучать технологиям чтения, да еще такую разную аудиторию читателей. И каких читателей, и каким текстом? Убьете инициативу, ультинсам. Нет, я не выпиваю, нет, я наоборот, что они задумываются. Я выйдуща на связь с этим человеком, более того, я там передам вам все материалы, какие есть, и какие есть, у вас присутствуют там Андреева, господи, Юрия Федоровна, Юрия Федоровна, которая и моя ученица, и моя коллега, и которая много лет работала, и она может сказать, насколько это сложно, трое-елкое дело, и сколько много сделано. Я готова поделиться с вами, отправить все материалы, пожалуйста, принимайтесь, но то, что пока вы сейчас делаете, ну извините, мы должны говорить не только о позитиве, да, вы молодцы, молодцы, что вы это делаете, да, потому что на своих ошибках и лучше, что они всегда все получаются. Это очень сложное дело, и это честь и хвала вам, да, но надо самим профессионально растить. Мы профессионально растем, а буквально маленькую ремарку, мы не самостоятельно преподаем этот курс, мы пригласили профессионалов с нашего региона, как я сказала, это ведущие специалисты вузов, это историки, общественные деятели и филологи, которые работают с текстами, и каждый специалист берет свою тематику. Я прошу прощения, просто очень трудно спорить с профессионалами, которые на этом деле не только собаку съели, но и много других животных. Спасибо вам огромное. Просто я не знаю, кто примерно с нашего поколения, тот еще помнит книги, которые в Можайке выпускались, да, под этим условным слоганом, раньше было, мы потом поняли все неправильно. Быстрое чтение. У Валентины Александровны, ее супруга, было динамическое чтение, и это, я считаю, до сих пор самым правильным названием. А то, что человек, читающий вид, исчезающий, здесь же много смыслов. И я считаю, что это не негатив, а это отталкивание от стереотипов. И ведь сегодня мы очень много говорили с вами, да, и очень много этих стереотипов называлось, да. И частично вот тот же Соколов из Европейского университета показал, что если грамотно анализировать данные, оказывается, не все так страшно. И с нашим молодежью, которая стремится, ну вот, больше даже, чем я, ориентироваться в современной литературе. Я здесь понял, да, что мой круг чтения ограничен теми авторами, которые сформировались примерно у меня, ну, до 30 даже, наверное, а не до 40. И это проблема. И вы представлены колодки? Я не расслышал. Это было две колодки возрастной представлены. У меня самое последнее. Это та, которая осталась один шаг до исчезновения. Вот. Это же интересно, да? И вот на фоне вот таких тонких социологических исследований, так сказать, вот, когда нам Саратовская, да, Саратовская, да, Саратовская. А, Самарская, да, библиотека. Ну, вот так вот очень небрежненько, я бы сказал. Вот я даже не всегда понимал, кого опросили. Неужели все 740 библиотек и так далее, и так далее. Вот как-то вот с большей нежностью надо относиться к исследованиям в сфере чтения, сказал бы я. Ну, тщательность, она всегда важна, потому что это уровень профессионализма. И вот, вы знаете, конечно, вот здесь Игорь Михайлович, ну, вот здесь уже запретили нам употреблять слово провокация, да, и помидоры никто не вынул, потому что они нам не пригодились. Потому что с одним, а я сказал, Олег Михайлович, Олег Михайлович, извините меня, ради Бога. Меня зовут Олег Михайлович, спасибо, ничего страшного. Все нормально. Да нет, а как, что вы меня путаете? Да, дело в том, что Олег Михайлович, Олег Михайлович, не сказал нам самую главную вещь. Я страдал, хотя я живу в Петербурге. Я представляю, как страдают люди, живущие за пределами Третьего Московского кольца и отъезжающие даже на 100 километров в глубинку какой-нибудь Московской области, где теперь нет областной библиотеки имени Надежды Костяны Крупской, а есть Губернская универсальная библиотека. Они себя переименовали гордо. А о чем он нам не сказал? За чей счет банкет? За чей счет банкет? Ясно, что за счет города. Вот тогда я просто сразу попрошу вас прокомментировать. За чей счет банкет? Не очень как бы длинный. Осторожник. Итак, вопрос... Не, не бегайте. Поближе к микрофону, для того, чтобы мы поняли, да, оно о том, как финансово удается реализовать подобные очень, так сказать, высококлассные преобразования. А сэджетом можно отдельно там сомневаться, в чем-то не сомневаться, но вот финансовая составляющая волнует. Прекрасно понимаю, это очень важный вопрос, потому что без этого много не сделаешь. Значит, точки роста проект, который год реализовался, он привел к тому, что теперь возник следующий этап этого всего. Это проект «Московские медиа-центры», на который выделяют порядка 500 миллионов рублей на ремонты, на закупку оборудования. Но это только в этом году, потому что сначала мы зарекомендовали себя как люди, которые могут подсобраться и за счет внутренних ресурсов это все сделать. Теперь смотрите, проект «Небо», он потребовал вместиться порядка 4,5 миллионов рублей, потому что сама кабина штука недешевая, оборудование трехмерное, ну и так далее, и так далее. Это очень маленькие деньги, 4 миллиона. Кабина стоит, наверное, гораздо дороже. Кабина стоит меньше. Но она же не нового самолета, а уже который полетал своем. Дальше. Библиотека дизайна, там только на оборудовании вышло больше 6,5 миллионов. Это вот то, что... А теперь, откуда деньги? Это предоставляют наши партнеры, которые верят в нас и которые мы верим в них. Мы за счет ЦБС, с помощью наших кружков и так далее, мы зарабатываем какие-то деньги. Не так много, но зарабатываем. Но этого нам хватает для того, чтобы создать коробку, покрасить стены, передвинуть, закупить какую-то базовую мебель, какую-то технику. Мы готовим посадочную площадку для наших партнеров. Когда они приходят к нам, они приходят со всем, что есть у них, а этого у них гораздо больше. Мы заключаем абсолютно прозрачные договора, подписываем с ними и действуем. Вот отсюда это все и происходит. Просто это долгий процесс договоренности. Поиск партнеров. Знаете, не только тем, что у нас есть площадки на какие-то либо бесплатные, либо насильные льготы. Когда люди находят единомышленников, они решают, да, мы будем строить вот на этом месте, а не там. Они могли бы пойти в торгово-развлекательный центр с гарантированно сильно большей проходимостью и потоком людей. Могли бы, конечно. Там бы это, с одной стороны, стоило дороже, просто потому что аренда там дороже стоит. Но, с другой стороны, там у них были бы очень жесткие условия. Право на ошибку. Вот еще один театральный проект, о котором я не говорил. Мы им позволили, мы им дали такой полгода в подарок, чтобы они смогли развиться. Но теперь они занимаются с детьми. Это проект «Бульвар» для тех, 85 у нас. Там театральный коллектив. Им нужно было время, чтобы развиться. Не все жесткие бизнесмены, которые сразу бах и пошли зарабатывать деньги кому-то, особенно людям творческим, им нужно разогнаться. Поэтому я, может быть, плохой бизнесмен, скорее всего, но я работаю с людьми. И у меня задача, чтобы вот этот вот культурный градус в моем городе, он поднялся. А как это будет происходить? Вот, что я часто говорю своим коллегам, мы при выборе проекта, либо слава, либо деньги. Лучше и то, и другое сразу. Либо этот проект приносит нам деньги, мы его продвигаем. Но если он нам приносит славу, а слава – это не только известность, это еще и возможности, это нормальные партнеры. Это все туда. Мы это тоже продвигаем даже с большим удовольствием, потому что деньги мы и так заработаем. Там, там, там. А вот проекты, которые будут греметь и которые будут поворачивать людей в сторону библиотеки лишний раз – вот это вот так. Поэтому наши деньги – это наши связи, наши партнеры. Спасибо большое, Олег Михайлович. Наверное, я не знаю, ваше базовое образование, но то, что там присутствует такой мощный элемент современных, так сказать, пиар-коммуникаций, да, на мой простой вопрос вы не ответили. Честно. Ну, по крайней мере, для меня, не финансиста, да, который, ну, умеет уже немножко считать, да, мы знаем, как бывает трудно получить денежки по гранду того же фонда Прохорова или еще кого-то, составляем эти… А здесь только раз, 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 общение, партнеры. Ну, я просто снимаю шляпу. Вот. Ну, нет, ну, потом Олег Михайлович, наверное, нам расскажет. Просто я думаю, я не знаю, если вы предполагаете, завтра у нас как бы быть или нет, но смысл-то в том, что вот все время то, зачем мы боремся с Верой Викторовной, ее великолепный доклад, который сегодня был, часто она повторяла одну очень фразу, что где вот те грани между различными видами коммуникаций, которые есть в библиотеке. Вот книжная коммуникация, да, а вот есть общение. Вот сделана ставка как бы вот на общение, когда вот… Вот, ребята, вот театр, вот каждый день, пять раз в неделю работает театр. Он нужен в библиотеке? У меня нет ответа. Вот однозначно вот «да, нужен». А это я с вами никогда не соглашусь. Это называется потребительское общество. Потребитель всегда прав. Я яростный противник этих технологий. Нет, милые мои, нет, 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 нет. Вот идет от названия вашей конференции, от чтения, кто в отчеству живет. Значит, Валентин Савин, я не абсурдитизирую классику, но мы укрались все это у Ира и Ивановны, а она уже общалась с классиком, так сказать, через века. И это, конечно, хорошо от чтения к творчеству жизни, но там нет чтения, там есть творчество театральной жизни. Я не увидел там чтения, но, может быть, я ошибаюсь, потому что вы говорите, и это верно. Вот сделали очередную экранизацию фильма, но сразу во всех библиотеках поднимается что? Да, то же самое и у вас. Вот вы что-то поставили, но вот это библиотечная связь творчества, чтения с жизнью, или какая-то другая, которая характерна для каких-то иных институций культурных? Я вам дико благодарен за то, что вы так оттолкнули, Сергей Александрович. Вот это называется рэп-баттл. Начинаем, начинаем. Еще же рэп, не меня, я так не смогу. Смотрите, тут очень вы ставите себе вопрос, вы в углового угла ставите чтение. Ответьте мне, какой орган важнее в человеке? Мозг. Оторвите любой орган, и человек уже будет функционировать неполноценно. Мы рассматриваем чтение не как ключевую какую-то функцию человека, а как одну из важнейших для него. И поэтому для него важен и досуг, и питание, и здоровое мышление, и нормальное общение, и спорт, и работа, и семья. Отлично. И посещение первого форума. Отлично, тогда вы должны убрать слово библиотека. Понимаете? Мы-то имеем фундамент библиотекой. Кто спорит? Вы, вы говорите, все органы важны. Значит, вы за то, что нам все время говорит Мединский. Центры культурного развития. Хорошо, а что у вас в ней в библиотеке? Книга или человек? Ха. Знаете, легко ответить. Конечно. Соединение, грамотное соединение, одного с другим. Потому что в библиотеке есть два сущностных ядра. Книга и человек. И библиотекарь пытается создать такое пространство для взаимодействия этих двух ядер, чтобы было хорошо и книге, и человеку. А в каком проценте? 50 на 50 или сколько на сколько? Кому вы что отдадите приоритет? Это зависит от типа библиотеки. Детская библиотека приоритет человеку. С ним надо беседовать. Академическая библиотека приоритет книги. Потому что там на первое место выходит информация. Не за что не осмелись обсуждать академический или университетский, потому что тут моего уровня образования ни базового, ни второго не хватит. Мы говорим про публичные библиотеки. Ну вот там. Ну тогда пусть будет 50 на 50. Ну хорошо. Спасибо большое. Ведь мы должны учитывать интересы человека. С книгами мы хорошо работаем. У нас все нормально. У нас все нравится. Нельзя сказать, что мы хорошо работаем, если мы не учитываем и человека. Потому что мы работаем с книгами вместе с тем человеком, который пришел за этой книгой. Вы меня только что от человека книги покутали. А я хочу поставить человека в углового угла и играть от него, от его потребностей. И в этом отношении мы говорим, что мы от чтения идем к творчеству жизни. А в нашем случае мы идем параллельно. Мы развиваем творчество в жизни человека и помогаем ему вернуться к чтению. Потому что вы живете в культурной столице, а мы живем в Москве. И вот у нас социальный год. Слушайте, это новый мир. Социальный год на чтение. Это новый мир. Это мы запишем. Вы мне видите, я тут просто у нас в ходу такие открыточки из Петербурга, с апатии и безразличия. Теперь у нас будет новая открытка. Вы живете в культурной столице, а мы вам подарили. Хоть что-то мы вам привезли. Кто это веки? Ура. К чему бишь это все? Мы учитываем и отталкиваемся от его потребностей. И даем эти возможности. Социальная мода на чтение, она сейчас немножечко угасит. Если раньше в рюкзаке моем сало и спички Тургенева 8 томов это было нормально, это вот мы еще такие люди, которые я приехал, я себе 5 книг в чемодане обнаружил, еще 2 купил вчера. И еще сегодня купил, не знаю какой. Да, это для нас нормально. Но это же, когда мы как люди, которые ездили веками, это же не просто потому, что информацию потребляет. Что ты читаешь, что ты есть. Это как твоя, не знаю, одна из визитных каких-то карточек, элементов, которые про тебя могут сказать. Электронная книга про тебя столько не скажет сейчас. А мы хотим вернуть моду на чтение обратно. Потому что это и красиво, и нужно, и хорошо, и полезно, и так далее. Мы хотим сделать чтение модным. Но играть нужно от человека. На их, может быть, даже иногда на мифельных, я прошу прощения. Нет, этого мы вам не позволим. Есть. Олег, у вас было ваше правило. Еще раз, у меня к вам просьба. Вы несколько раз говорили, что умеете зарабатывать деньги. У нас здесь есть в Петербурге, в нашей культурной столице, невыездные люди в Москву. Вот я давно там не был. Пригласите меня, а? И мы там продолжим наш диалог. Но мне для этого надо посмотреть в вашей библиотеке. Для нашего города, если вы, то да, для меня. Давай. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас получилась живая дискуссия. Все доклады вызвали. Живой интерес. И вот просто вылилось все. Спасибо вам большое. Да, кулачеки слушатели. Субтитры сделал DimaTorzok